Пытаются снискать расположение избирателей Почему в Киеве заговорили об отмене призыва в армию? 14 ноября 2019 года, час 30 Надежда Алексеева, Алена Медведева Украинская армия в будущем откажется от призыва и перейдет на контрактную основу Соответствующую дорожную карту в Минобороны страны обещают представить уже в 2020 году Об этом заявил глава ведомства Андрей Загороднюк По словам министра, модель призывной армии не имеет будущего на Украине Однако эксперты считают, что Загороднюк поспешил с выводами, поскольку исключительно контрактных армий в мире мало А лучше всего себя зарекомендовали армии смешанного типа В действительности заявления Минобороны Украины продиктованы не практическими, а политическими соображениями, полагают аналитики Украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что армия намерена отказаться от срочной службы Об этом глава ведомства сообщил в эфире радиостанции армии По его словам, призывная модель на Украине не имеет будущего и уже в следующем году ведомство представит дорожную карту отказа от срочной службы Честно говоря, я считаю, что эта модель не имеет будущего у нас И это не только мое видение В следующем году мы конкретную дорожную карту уже покажем, она будет параллельной Развитие территориальной обороны и уменьшение, а потом, я надеюсь, и полная отмена срочной службы, подчеркнул министр Как добавил Загороднюк, срочная служба не обеспечивает формирование армейского резерва, поскольку большинство отслуживших призывников не возвращаются потом в ВСУ Помимо перехода на контрактную службу, в Минобороны планируют сделать акцент на развитии территориальной обороны Сильную территориальную оборону должны составлять бывшие военнослужащие, ветераны, люди, которым просто нравится военная тематика Но они не хотят подписывать контракт и не видят себя все время в армии или военно-морских силах, отметил министр При этом Загороднюк не забыл похвалить действующее руководство страны, отметив благоприятный климат для армейской реформы Комитет по безопасности и обороне, который есть в Верховной Раде сейчас, и тот, который было до этого, это небо и земля, подчеркнул он Напомним, это не первое заявление о возможной отмене призыва в армию, сделанной главой оборонного ведомства Украины Несколько дней назад в эфире ТСН.Тиждень министр заявил, что страна движется к переходу на контрактную основу Это моя персональная цель Это не будет скоро, это не будет в течение года, но это моя персональная цель, отменить призыв, сказал Загороднюк Добровольная и мотивированная армия Таким образом, руководство Украины планирует вернуться к политике, проводимой администрацией Виктора Януковича Отменить срочный призыв Янукович обещал еще во время своей предвыборной кампании в 2011 году В октябре 2013 он подписал указ о последнем призыве на срочную службу и переходе в СУ на контрактную основу Как заявили тогда в пресс-службе президента, современные вооружения требуют высокого уровня подготовки военнослужащих, поэтому армия должна быть профессиональной, а не призывной Возвращение призыва в армию стало одним из первых решений политиков, пришедших к власти на Украине после Евромайдана Уже весной 2014 года Александр Турченов, занимавший в то время пост И.О. президента, подписал указ о возобновлении срочной службы Петр Порошенко не стал отменять призыв, политик заявил, что срочная военная служба в армии должна сохраниться Единственным нововведением стало повышение призывного возраста с 18 до 20 лет Кроме того, власти обещали, что призывников не будут отправлять в район ведения боевых действий в Донбассе Однако военкоматы столкнулись с серьезной проблемой, массовым уклонением молодых украинцев от призыва Так, в октябре 2018 года военный комиссар Киевского гарнизона Сергей Клевин рассказал журналистам, что большинство призывников проигнорировали повестки Доля уклонистов от общего числа призывников достигла 80%, сообщил комиссар Не лучше ситуация сложилась и в других регионах Украины Как заявил в апреле 2018 года военный комиссар Херсонского городского объединенного военного комиссариата Александр Зинковский Более половины призывников просто не явились в военкомат Также по теме повторения тезисов Порошенко Как Украина намерена защищаться от российской агрессии вооруженные силы Украины готовы самостоятельно защитить страну от нападения российской армии Такое заявление сделал министр обороны О необходимости перевода в СУН на контрактную основу заявляли в команде нынешнего президента Владимира Зеленского Противостоять противнику, который превосходит нас численно и материально, будет профессиональная, добровольная и мотивированная армия, взаимосовместимая с армиями стран НАТО, говорилось в документе, переданном журналистам При этом поддерживать материальный достаток контрактников команда Зеленского пообещала на уровне стран, членов НАТО, а при поступлении в учебные учреждения военнослужащие получат определенные льготы и бесплатную медицинскую страховку Кроме того, они будут обеспечиваться служебным жильем через накопительные и ипотечные программы, обещали соратники Зеленского 13 ноября глава фракции «Слуга народа» Давид Арахаме сообщил журналистам, что депутаты уже приступили к разработке законопроекта об отмене обязательного призыва в СУН Предполагается, что переход будет осуществляться поэтапно Реализовать это можно будет так, сначала сократить призыв на 20% и заменить его на контрактную армию Затем увидеть, что у нас все нормально, что мы контролируем процесс, тогда сократить еще на 20% То есть таким пошаговым путем дойти можно до 100% Заявил Арахаме Правда, пока в Радии Министерстве обороны говорят о перспективах отмены призыва В отделении комплектования и управления персонала штаба командования сухопутных войск задумываются о мерах по усилению ответственности за уклонение от воинской обязанности По мнению доктора военных наук капитана первого ранга в отставке Константина Сивкова Единственным способом изыскать средства для зарплат контрактникам для Киева может стать сокращение численности ВС Призыв в украинскую регулярную армию не пользуется популярностью Проблема заключается в том, что украинские ВС занимаются не борьбой с внешним противником, а войной против собственного народа Вопрос финансирования может быть решен за счет сокращения численности ВСУ Для подавления собственного населения большая армия не нужна, пояснил эксперт в комментарии А.Т. В то же время для защиты особо важных объектов на украинской территории от диверсионных групп противника могут быть созданы упомянутые главой украинского Минобороны структуры территориальной обороны, которые будут комплектоваться из резервистов Это будет, по сути дела, закамуфлированная мобилизация, пояснил Константин Севков Специалисты считают, что, хотя одной из ключевых задач Киев давно называют внедрение стандартов НАТО для ВСУ Отказ от призыва не поможет Украине приблизиться к членству в Альянсе Как сказал в беседе С.А.Т. Руководитель Украинского центра политического и экономического анализа Александр Кава Отсутствие или наличие призыва никак не повлияет на принятие решения о вхождении Украины в НАТО Альянс не выдвигал таких требований По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии Раю имени Г.В. Плеханова полковника в отставке Андрея Кошкина Полный отказ от призыва лишен практического смысла Погибать за власть никто не хочет Почему на Украине предлагают изменить правовой статус дезертиров Более 9000 украинских военнослужащих дезертировали из армии Заявил первый заместитель министра обороны страны Иван Руснак По словам Кошкина, мотив у команды Зеленского очень простой Новые власти хотят понравиться населению и ради этого говорят о возможном отказе от призыва Нужно отметить, что здесь напрашивается еще один вывод Население совершенно не желает воевать и устало от войны Никакого энтузиазма и стремления отвоевывать Донбассу украинцев не наблюдается Добавил эксперт Похожей точки зрения придерживается и Александр Кава Сегодня желающих идти в армию становится все меньше Особенно в свете конфликта на востоке Украины Дискуссия о переходе на профессиональную армию довольно давно идет в стране Но вряд ли в обозримом будущем у Киева появятся средства Чтобы выплачивать зарплаты контрактникам Отметил эксперт При этом, напомнил политолог, последние рейтинги показали, что уровень доверия к Владимиру Зеленскому и его команде среди населения снижается и этот процесс может ускориться зимой Скорее всего, обещанием начать армейскую реформу власти пытаются снискать расположение избирателей Особенно среди молодежи, у которой военная служба не пользуется популярностью Подытожил Александр Кава